Девушки отдыхают Девушки отдыхают Виновность или невиновность Определят правоохранительные органы и суд А на самом деле Для избежания Таких неприятных явлений А это явление неприятное Это сразу дает Негативную оценку всей области Поэтому такие вещи Лучше всего предотвращать Профилактически А для этого необходим Четкий контроль Чиновников, жителей нашей области Депутатского корпуса областного Это хорошо Действует в этих вещах Парламентский контроль И буквально Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступая в интервью Он сказал что Работая В Саратовской областной думе Они начинали с того Что каждый недостроенный объект Брали на себя Под ответственность Каждого депутата И за него отвечали А сегодняшние шародуры Шары которые катят Или шары Одни катали шары Другие надувают шары Знаете Возможно они легкие тренируют Кто-то вес сбрасывает Кто-то легкие тренирует Хорошо если они пришли В законодательное собрание Заниматься своим здоровьем Это хорошо Но плохо то что это делается За наш с вами счет А нам бы хотелось Чтобы область Хотя бы подставляла плечо В разработке проектной смертной документации Очень много на сегодняшний день Заявлено и аккредитовано Федеральных объектов С федеральным финансированием На территории нашей области К слову Сейчас остро стоит вопрос Со строительством онкоцентра В Саратовской области Вы еще месяц назад Говорили о том Что чиновники не торопятся Готовить проект Отводить землю И что при таком раскладе Они не успеют просто Подготовить проектную документацию И этот объект Он может уйти в другой регион Прошел месяц И мы видим Что ситуация только усугубилась Не готов сказать В чем здесь вина Ясно одно Что порядочность И мягкость Валерия Васильевича Радаева Она дает нашим чиновникам повод Ничего не делать И ни за что не отвечать Даже те вопросы Которые мы Курируем как депутаты Государственной думы Иногда натыкаемся В безответственность чиновников Будь то вопросы Работы с обманутыми дольщиками Будь то вопросы Работы По строительству федеральных объектов Но вы представьте себе Сегодня несколько бригад Вся область контролирует Ход процесса на двух школах Это неправильный подход Пагубно влияет На экономический климат На инвестиционную составляющую Да и в принципе Она расхолаживает чиновников Безответственность Вот приводит к таким случаям О чем мы говорили с вами В начале передачи Стараюсь вещи называть Своими именами Если мы говорим Онкологический центр Который закреплен За министерством здравоохранения А курирует Это направление Заместитель председателя Правительства Гречушкина То конечно Она должна и отвечать Она должна и более четче работать Ведь о чем мы говорим Что 26 ноября В министерство Федеральное Должны были поступить документы О проектно-сметной документации И заявка Их не было Вот мы уже этот тур проиграли Следующий тур 10 декабря Если 10 декабря Не будет заявочных документов То просто Область снимут С финансирования онкоцентра Это 4 миллиарда рублей Главное что у нас Есть больные пациенты Которые ждут Оказания Таких услуг Высокопрофессиональными И с специалистами И с специализированными Учреждениями И вот их Я интересы Буду защищать Ну вот к слову Ранний спикер Государственной думы Вячеслав Викторович Володин Он как раз таки говорил Что у региона Есть проблемы С вхождением Федеральной программы Как раз таки В направлении Именно составления документации И у нас Не раз делегация От Саратовской области Чиновники Отправлялись В столицу Для того чтобы Ну скажем так Пройти Своего рода обучение Как же это делать Быстро И эффективно В чем тогда Причины провала И что получается Эти вояжи не сработали Дело не в вояжи Можно организовать И кортежи А главное Чтобы те чиновники Которые Ведут это направление Они отвечали Вот возьмем опять В Дергачах Построен дом культуры Он протекает Не прошло еще Два или три года Есть строительная организация Кто предъявил Строительной организации Требования Из чиновников Глава ведь был В том Дергачевском районе Как раз Гречушкина возглавляла Напиши в прокуратуру Привлечь Чтобы строители Сделали качественную крышу Чтобы она Не протекала Чтобы не было Конденсата Вот Из таких мелких поступков Получается Безответственность чиновников И никто на себя Не берет ответственность И мне сегодня Прельщает Работа Допустим Прокурора Нашей области Где четко Расписаны обязанности Они приходят И говорят Вы По своей инструкции По должностным обязанностям Отвечайте за этот вопрос И отвечаете И Гречушкину Уже предписание Насколько я знаю Было выписано По крайней мере Я читал в средствах Массовой информации И не случайно Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин На каждом этапе Приглашал Мэров Приглашал Чиновников Ответственных за эти И говорил Коллеги Мы с вами будем Работать По вот таким Объектам Готовьте Проектно-сметную документацию Почему мы так Открыто заявляем Потому что мы уже Не первый год С этим столкнулись В прошлом году У нас снялись Финансирование Набережная Из-за этих вопросов Театра Опера и балета Вряд еще были Объектов Сняты Потому что Чиновники Отвечающие за это Не представили Вовремя Проектно-сметную документацию Ее оценку Здесь Проблема Именно с подачей Проектно-сметной документации А вот что касается Вопроса защиты Восстановления объектов Культурного наследия Тема Которую вы Сейчас Можно сказать Взяли под свой личный контроль Что меня возмущает Что по этим вопросам Я не вижу поддержки Министерства культуры Саратовской области У них отговорка одна Часть памятников Это федеральная Да ты министр культуры Ты отвечаешь За все За все наследие Что находится у нас Окажи поддержку Если не можешь Я чиновников И тоже понимаю Иногда у них Не хватает Откровенности Открытости И желания защищать Эти объекты Потому что это тяжело Потому что Вот по Складам Рейники Мы столкнулись Со структурой Очень финансово Обеспеченной Которая Написала Письмо В Минкульт От России Что они Хотят провести Там Значит Измерения Посмотреть Как можно В дальнейшем Использовательные Склады Но там нет Главного Где они сказали бы О том Что они не будут Менять И профилировать Эту историческую Часть Этих складов Поэтому Бывает тяжело Но позицию Ты министр Должен высказать Приезжая в Вольск На Значит Опять Памятник Мельницу 1893 года Мне Общественный совет Говорит Николай Васильевич Да не виноват Министр культуры Почему же не виноват Это же Находится В ее Ведении Оказывается Нет Оказывается Контроль За управлением Архитектуры И Значит Исторических Памятников Передали Напрямую Зампреду Гречушкиной Слушайте Я опять Не вижу Поддержки Люди Просят Защищать Власть Молчит Тогда Чьи интересы Обслуживает Власть В любом Случай Как депутат Государственной Думы Буду Отстаивать Интересы Людей Наших Граждан Мы даже Снимали Репортаж На тему Под таким Условным Названием Это не к нам То есть Это типичный Ответ Чиновников По практически Любым вопросам Жителей Это не к нам Вот тема Которую Можно было бы Сказать Могли бы сказать Депутаты Это не к нам Это тема Дольщиков Ну Когда как раз Таки К каждого депутата Государственной Думы Прикрепили Или за каждым Депутатом Госдумы Закрепили Дома Дольщиков Вот Известно о том Что в конце Года Будет сдан Один из Домов Который Как раз таки Курируете Вы Большая Заслуга Того Что в прошлом Году 12 домов Были сданы Дольщикам Для Вселения В этом году 15 домов Планируется Так же К сдаче Это конечно Заслуга В том числе Или прежде всего Председателя Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин Именно он Пошел На прямой Диалог С дольщиками Собрав Их всех В областной Библиотеке Выслушав Каждого С каждой Проблемой Он предложил Создать Рабочую Группу Которая Еженедельно Занималась Бы Вопросами Вселения Обманутых Дольщиков Наделив Депутатов Государственной Думы Персональной Ответственностью За Каким-то Из Заброшенных Домов И Тем самым Эта группа Сегодня Работает О чем Говорят Депутаты Государственной Думы Ну не должен Депутат Максимов Искать В Энгельсе Кирпич Для строительства Дома Для обманутых Дольщиков Это нужно Заставить Чиновников Собрать Значит Кирпичный Завод Собрать Строительные Организации Собрать Банки И Решить Эту Схему Для того Чтобы кирпич Поступал Строительной Организации Так работал Володин Когда Помните 10-15 лет Назад Вводились Замороженные Жилищно-строительные Кооперативы А мы Вынуждены Сегодня Идти по Всей цепочке Вот я С ЖСК Южным Где Котлован На Саратовском Авиационном Заводе Вырыт И люди Не получают Жилье Иду по Этой цепочке И уперлись Во что В то что Песной Несколько Месяцев Подряд На рабочей Группе Говорит Что коллеги У нас Не готово Само Постановление Передачи Инвестиционного Фонда Земли Строителям Вот мы Дошли до точки И уперлись Сегодня Это Распоряжение Подготовлено Сегодня Эта схема Может уже Работать Но уже Прошло Больше полгода Уверен Что весь Строительный Комплекс Должен Подчиняться Министру Строительства Саратовской Области И зампреду Который Отвечает За это Строительство А не должен Директор школы Бегать с чертежами И говорить Какая Пожарная Допускная Норма Должна быть В одном Классе В столовой И какие Там должны Быть Приборы И Значит Оборудование Для приготовления Пищи Ее задача Другая Был Недавно В Духовницком Районе Значит Вольский Район Пустил Волынский Район В Балаково Слушайте На самом деле Проблема Комплектования Кадров На самом деле Она стоит Вот этим Должен Заниматься Министр Образования А министр Здравоохранения Должен Давать Качественное Лечение И чтобы Не умирали У нас Значит Пациенты А диабета А когда Им Вменяют Что они Должны Бегать Как руководители Строительных Организаций На это Есть министр По строительству Профессионал Который Этим Должен Заниматься Возвращаясь К Работе На региональной Неделе А у нас сейчас Региональная Неделя В Балаково Вместе с Общественным Комитетом Смотрели Что мы будем Делать На следующий Год Для Жителей Города Балакова На следующий Год Мы будем Строить Два детских Садика По федеральной Программе Которые Вячеслав Володин Инициировал Рассматривали Вопрос Реконструкции Набережной Одно Из Излюбленных Мест Жителей Балакова 4,5 Километра Буду Встречаться В Москве В министерстве Водных Ресурсов Где попробую Привлечь Их финансирование Федеральное Для того Чтобы Привести В нормальное Состояние Это Гидросооружение Чтобы оно Еще было Краше Более 30 лет Оно не ремонтировалось И туда деньги Не вкладывались Спасибо вам большое Что пришли Ответили на наши вопросы Вам спасибо У меня в гостях был депутат Государственной Думы Николай Панков Выпуск этой программы Вы сможете посмотреть На сайте Sarato24.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин